Без квартиры и без денег. В такой ситуации в современной России участники долевого строительства оказываются нередко. В столице Чувашии обманутые дольщики тоже есть. Очередное заседание рабочей группы по защите прав дольщиков провели сегодня в Доме правительства. Дольщики. Ну надо же что-то делать. Остатки вывозятся, будущего никакого нет. Предлагают на месте нашего подъезда повесить плакат и написать все, что мы думаем. Юридически имеем право. Типа дом-то наш. Вот такие сообщения на форумах писали разгневанные участники долевого строительства о позиции номер 3 по проспекту 9-й пятилетки. Датируется тем еще 2011 годом. На дворе 2014-й. Сейчас решается вопрос о возобновлении строительства уже другим застройщикам. На объекте строительства строительная площадка приведена в готовность для начала строительных работ. Вот. Завезен башенный кран. Значит, и вопрос стоит за техническими условиями на подключение строительной площадки для начала работы. Между тем, несущим конструкциям недостроенного дома время явно пошло не на пользу. Вполне вероятно, что некоторое придется заменить. Кто будет платить за эти и другие дополнительные расходы – большой вопрос. Дольщики уже потратились на отстаивание своих прав. Очень много затрат пошло на эти суды. Это же постоянно из-за суды и суды и суды. У нас было вообще даже сочетать невозможно сколько. Есть проблемные объекты на улице Фучика и Гражданской проспекте трактора строителей и Максима Горького. Причин, я думаю, несколько. Где-то не рассчитывают свои возможности, где-то наблюдается увод денежных средств, полученный от долевиков. Министерство строительства ведет постоянно контроль за ходом строительства и администрация города контролирует постоянно. Но мы не имеем права вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность. Мы можем только по факту на сегодняшний день отслеживать, констатировать. Ну а из хороших новостей, пожалуй, то, что на сегодняшний день готовы к сдаче 53-й и 54-й оппозиции по улице Ильгера. Долгое время на их местах чебоксарцы видели лишний достроенный каркас. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.